Волнительное утро для всех 11 классников региона. 29 мая школьники сдавали первый обязательный единый государственный экзамен по математике. С 2015 года этот предмет разделили на базовые профильные уровни. Первый вариант попроще, позволяет получить аттестаты и подать документы в вузы, где математика при поступлении не нужна. Профильный экзамен длится на 55 минут дольше, задание его, естественно, сложнее. В 33-м лицее Иваново 219 учащих создавали базу. Уважаемые участники экзамена, сегодня вы сдаете экзамен по базовой математике в форме ЕГЭ с использованием технологии печати полных комплектов экзаменационных материалов в аудиториях ППФ. ЕГЭ – это решение жизненных воспитаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждый, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения. С собой можно принести только черную ручку, линейку и паспорт. Черновики выдаются на месте. Проведение экзамена обеспечивают 52 человека, включая медиков и полицию. Если ребенок, участник экзамена захочет в туалетную комнату в сопровождении организатора вне аудитории, он туда попадает. В пункте также работают медицинские работники. Если в случае участника экзамена станет плохо, в состоянии здоровья он может обратиться за помощью к медикам. В этом году Ивановская область вошла в пилотный проект по доставке экзаменационных материалов по сети интернет по защищенным каналам. Задания поступают в пункт приема экзамена за две недели. Расшифровка идет при помощи электронной подписи членов ГЭК и ключа, который будет получен за полчаса до начала проведения экзамена. Материалы распечатывают в аудиториях при участниках. В общем, все очень серьезно, но даже к экзамену можно относиться по-разному. Настрой боевой. Как-то знаешь, что напишу на пять. Получу свою золотую медальку и буду рад. Да нет, не волнительно. Сдам, хорошо, поступлю в МГИМО. Не сдам, в армию пойду. Тут как бы два варианта. Надеюсь, все будет хорошо. Продолжительность экзамена по базовой математике 3 часа. Профильный уровень пишут 3 часа 55 минут. Результат станет известен 11 и 12 июня.